привет друзья с вами снова марк рыбак и смена и вот я выпустил ролик про canon всем он понравился правда я немножко поругал canon да сегодня я canon ругать не буду а наоборот сегодняшний ролик называется мои любимые объективы для canon и конечно же это объективы для зеркалок потому что я где-то 18 лет снимал только на canon и естественно только на зеркалке это не все объективы которые есть у меня там даже будут объективы для матрица ps и ну все эти объективы я так или иначе попробовал поснимала них на большую часть из них есть обзор на моем канале но вы почему-то любите вот эти сборники и я с удовольствием их для вас дальше делаю поэтому давайте начнем и узнаем какие объективы от canon мои самые любимые я пытался как-то систематизировать эту информацию но понял что у меня ничего не выйдет и в общем сейчас начну валить все в кучу то есть начну я с объектива на который я до сих пор не сделал обзор даже не могу сказать почему потому что этот объектив у меня очень давно он у меня уже более 10 лет и я не совсем буду вам его рекомендовать сейчас объясню почему это объектив 85 1 и 2 замечательный эльный профессиональный объектив с красной полосочкой чудеснейший портретник на который я снял на который я снял очень много красивых портретов и вообще очень много работ которые висели у меня на выставках которые где-то что-то даже я какие-то конкурсы отправлял они там куда-то проходили да это были чаще всего снимки сделаны на этот объектив почему я вам сейчас его не совсем рекомендую потому что все таки он очень дорогостоящий я считаю что денежек он своих не стоит и сегодня на рынке есть более интересные объективы с таким же фокусным расстоянием даже может быть с лучшей картинкой поэтому вот все таки что касается финансовой части это очень больно но тем не менее я должна продавать этот объектив уже не буду потому что он так выглядит он-то настолько потертый убитый что пусть лучше у меня остается хотя я хочу там например сейчас сигмовский объектив себе 85 никогда но мы сегодня про канон мы сегодня про канон и второй объектив я его тоже обожаю это 85 1 и 8 это его так скажем бюджетный аналог очень крутая линза я ее покупал для кинотехнику в свое время и поэтому я и много пользовался единственный недостаток очень большой этого объектива это ярко выраженные хроматические аберрации на открытой диафрагме конечно если вы берете 85 ник это портрет не конечно вы будете снимать на открытой диафрагме но в принципе по своему соотношению цена-качество это супер линза это супер объектив поэтому и вот как раз я вот рекомендую рассмотреть ребятам может быть новичкам кто недавно купил камеру или даже человеку кто у кого камера может быть и давно но портретника нет и он ищет себе линзу вот этот объектив рекомендую следующий объектив у меня нет такого объектива у меня вообще нет объектива на 50 миллиметров а это как раз полтинничек полтинничек новенький 1.8 стм как ни странно 1.8 стм мне честно говоря просто не очень нравится вот этот полтинник 1.4 понятно полтинник 1.8 старый вообще не нравился потому что он был настолько хлипкий что там его можно было чуть-чуть тронуть и он рассыпется но вот этот новый стм-овский полтинник по моему мнению очень крутой очень неплохо собран и по цене-качеству замечательный объектив как для фото так и для видео и очень здорово подходит для камер с матрицей psc уже в качестве портретника и стоит он там 150 баксов что в районе там 10 тысяч рублей это очень недорогая линза всем ее рекомендую у кого полная матрица у кого не полная матрица можете в принципе приобрести и я думаю что он доставит вам достаточно немало удовольствие сейчас будет еще одна линза для полной матрицы это линза 40 миллиметров стм овская вот это вот блинчик вот этот масенький он у меня есть я его не так давно приобрел очень за недорого и у них не так честно часто пользуюсь но очень мне нравится картинка очень мне нравится рисунок очень мне нравится светосила и за свои деньги конечно же это супер объектив всем тоже всем его рекомендую на полную матрицу точно почему на узкую матрицу не рекомендую потому что рекомендую следующий объектив следующий объектив, недавно я на него поснимал, это объектив EFS для матрицы PSC с крупфактором 1.6 с каноновским, потому что каноновская линза. 24 мм, то есть в пересчете он и получается вот эти 40 мм. Это тот же самый блинчик, только для узкой матрицы. И это прям братья-близнецы. Они абсолютно идентичны по резкости, по своему рисунку, по боке. То есть для тех, у кого PSC матрица, это один из замечательных объективов, который стоит очень недорого, тоже там в районе 160-170 долларов. Очень рекомендую его купить. Да, все объективы, которые мы сегодня обсудим, будут в описании. Ссылочка, можете перейти, проверить цену, приобрести и так далее. И еще одна линза для камер с матрицей PSC это объектив 60 мм макро. 2.8. Очень клевый объектив. Он у меня был в руках недолго. Я тогда делал обзор на 80-ку. Это такой мой знаменитый обзор, который я делал в АКО на арабском рынке. Многие его посмотрели. Обзор как информация, он так себе, но как прецедент. Это было очень круто и весело. И получился очень классный видос. И на меня очень большое впечатление произвела эта линза. Потом я многим ее советовал. Люди ее покупали и очень радовались. Да, тем более, что это макрообъектив с увеличением один к одному. И если вам особенно еще и макро нужно какие-то вопросы закрыть, то, конечно, именно этот объектив я рекомендую. Заметьте, у меня пока что льных объективов тут в этом выпуске был всего один. Но сейчас появится второй. Раз уж мы заговорили про макрики, то, конечно, я хочу проговорить про сотку. Объектив 100 мм со светосилой 2.8. Замечательная линза. Она еще и со стабилизацией, что не так часто в макриках. То есть я пока что из тех макрообъективов, которые я обозревал, вот это единственный был со стабилизацией. Должен сказать, что при съемке макро это в принципе важно. Там не очень важен автофокус, а вот стабилизация тема весьма неплохая. И мне безумно понравилась линза. Причем я считаю, что и по цене он не так уж дорого стоит, при том, что это L-ный объектив. Он стоит меньше тысячи долларов. И как портретник он тоже прекрасен. У него прекрасный рисунок, у него отличное баке. То есть для портретной съемки это не менее подходящий объектив, чем для какого-то макро. И перейдем потихонечку, перейдем если я ничего не забыл, я сейчас потом посмотрю подсказочку, может я что-то пропустил. Перейдем потихонечку к зумам. Зум объективы как раз будут скорее больше L-ный серии, да, потому что у меня в основном были L-ные серии зумы и впечатляющие объективы зумы, это конечно L-ные серии. Начну с шириков. Конечно же объектив 1740. У меня, к сожалению, его нет. Я в принципе, если не уйду совсем с Кэнона, то я его себе возьму. По цене-качеству замечательный объектив. Там светосила четверка, но поверьте мне, для ширика светосила не так уж важна. Не так важна, как там для портретника или телевика. Поэтому 1740 со светосилой 4 линза весьма ну, я б сказал, не то чтобы она какая-то суперудивительная или фантастическая, а просто очень хорошая. Для тех целей, которые вы можете с ней решать. А какие цели вы можете с ней решать? Вы можете снимать пейзаж, вы можете снимать какой-то интерьер. Для вот этих целей это суперобъектив. Либо где-то в репортаже использовать для широкого угла. Очень подходит и не придется переплачивать слишком много, потому что объектив тоже стоит там в районе по-моему 500 долларов. Далее, далее. Все-таки, все-таки 24-105. Причем, лучше даже первая версия, именно по цене. Почему 205, почему не 70? У меня 24-70 был долгое время. Я на него снимал, ну, больше пяти лет, наверное. И, в общем, немножко был разочарован. Там, конечно, была светосила 2.8, но просто в той съемке, которую ты делаешь на этот объектив, ты 2.8 практически не используешь. Ты всегда пользуешься какой-то, ну, ты всегда закрываешь диафрагму сильнее. То есть ты закрываешь диафрагму там на 4, на 5.6. Поэтому я пришел к мнению, что смысла в этом нет. И 24-105 более интересное фокусное расстояние по своему разбегу. Поэтому я, конечно, в итоге пришел к мнению, что я хочу 24-105, и сейчас у меня эта линза есть. Конечно, первого поколения она чуть-чуть такая послабее. Можете попробовать купить второго поколения. Я уверен, что она получше. Но и первого поколения линза хорошая, на вторичном рынке стоит недорого. Новую купить, мне кажется, уже сейчас сложно. Но, тем не менее, вот очень рекомендую эту линзу. Она, по крайней мере, не бросовая. И еще два телеобъектива. Конечно же, первым будет 70-200. Они оба 70-200. Почему? Потому что больше, чем 70-200 я фокусное расстояние не использую. И вот 70-200, конечно, 2.8 без стабилизации. Это тот объектив, который есть у меня и которым я пользуюсь на протяжении 15 лет, а то и больше. Объектив шикарный. Шикарный по своей картинке. Хороший по разбегу фокусных расстояний. Совершенно незаменимый, если вы снимаете что-то на сцене. Это какие-то концерты, это какой-то театр, какое-то выступление. Совершенно незаменимый, если вы снимаете какой-то репортаж, вам нужен крупный план. Поэтому объектив на все случаи жизни для многих очень полезный. Там есть люди, самолеты любят снимать, но там, наверное, все-таки подлиннее надо фокусное расстояние даже, чем 200. Но для меня 200-го. То есть мне там на 300, на 400, на 500 совершенно неинтересных фокусных расстояний. Поэтому, конечно, 70-200 2.8 первой версии, по-моему, ее сейчас трудно найти новую, но она новая должна стоить не очень дорого. Потому что вторая, третья там версии, они уже со стабилизацией, они уже очень дорого стоят. То есть этот без стабилизации, хотя стабилизация для телевика это дело очень полезное, очень нужное. Но я вот как-то так всю жизнь снимал. И, конечно же, версия 70-200 та же самая, только уже с четверкой. То есть объектив полегче, объектив поудобнее, да, у него там диаметр поуже, он сам по себе такой полегче. И подешевле гораздо. То есть на вторичном рынке вообще недорого стоит, и новый, в принципе, тоже он дешевле, там, он что-то в районе 700 долларов стоит. Поэтому вот такой объектив тоже очень рекомендую, если вы недавно начали снимать, ну, конечно, вот эти 70-200 и вообще все вот эти зумы, которые я перечислил, это все на полную матрицу. То есть на узкую матрицу вы тоже можете это брать, но уже с вопросами, что там где-то широкий угол будет, не очень. То есть вам придется чем-то жертвовать и скорее всего, если вы берете это на узкую матрицу, то вы должны понимать, что вы потом смените систему и перейдете все-таки на полный кадр. То есть все, что я сейчас про зумы рассказал, это для полного кадра. И еще один объективчик, я просто про него забыл, это фикс, тоже полнокадровый фикс, и я его тоже рекомендую на полный кадр, потому что это фикс 135 со светосилой двойкой, это L-ный объектив с красной полосочкой, он довольно старенький, давно разработанный, но у него очень красивая картинка, очень красивая боке, очень такая классическая оптическая схема, поэтому все же я вам его порекомендую для приобретения, если вы снимаете портреты, то есть вот портретники здесь конкретно это 85-ник, 135-ник и кстати 7200 для портрета тоже очень здорово и также здорово для студийной работы 7200 объектив, еще раз напоминаю, что все эти линзы будут ссылочки в описании, можете перейти, посмотреть цену, заказать себе такой объектив, с вами был Марк Рыбак, обязательно подпишитесь на канал, я вам буду рассказывать, что вам купить, как снимать, зачем снимать, надо ли вообще всем этим заниматься, в описании есть все мои контакты, вы можете заказать мои услуги, они там описаны, можете заказать съемку, консультацию, можете купить мой учебник, фотография для начинающих, до свидания.